Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами, на мой взгляд, на очень важную тему, потому что в последнее время мы очень часто слышим на самом разном уровне о том, что нужно продолжать развитие современного института семьи, что хочется, чтобы было больше детей, чтобы все семьи жили счастливо, чтобы, что называется, сохранялись семьи, был мама, папа, дети, чтобы детей было, как я уже сказал, больше, и чтобы в семье был настоящий порядок. Но, к сожалению, статистика приводит нам самые разные цифры семейных отношений. И об этом, и о том, что же такое мужское и женское в плане психологии, мы поговорим сегодня с Антоном Даниловым, женским и семейным психологом, действительным членом Международной профессиональной ассоциации психологов. Здравствуйте, Антон! Николай, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, ну, прежде всего, мне кажется, что все наши люди, наверное, делятся условно на две части. Первые, которые по любому вопросу сразу бегут к своему психологу, именно к своему, потому что модно иметь какого-то своего психолога, но это, как правило, люди, которые имеют какой-то дополнительный достаток, что называется, и иногда просто хотят таким образом провести время. Есть другой огромный, скажем так, пласт людей, которые действительно нуждаются в том, чтобы кто-то им что-то посоветовал, что-то предложил, начиная от обычного врача-терапевта, да, и, завершая, врачом-психологом, который может как-то помочь решить те или иные проблемы. Но люди не идут бояться, потому что обращение к психологу – это как бы заведомо себе ты говоришь, я не совсем нормален. То есть можно так сказать, что психолога боятся сегодня в Российской Федерации в большинстве своем? Можно сказать, но в основном эта статистика, эта самая боязнь, она будет касаться людей, которые далеки от центральных регионов нашей страны и от мегаполисов. Я сам из глубокой провинции, из окраина Липецкой области, и в маленьких городках, в поселках, тем более в еще более мелких населенных пунктах, психологическая практика не особенно состоялась. Это связано и с материальным фактором, когда людям просто нечем заплатить нормальные деньги психологу, а психолог, уважая себя, не хочет работать совсем за бесценок. Это связано и с определенным уровнем культуры психологического, так скажем, сознания людей, когда психологического просвещения попросту часто не было в школах 90-х годов, например. Да и в советское время тоже особо на психолога не рассчитывали. А там вообще, если мы берем Леонтьева, Выгодского, каких-то отцов психологии советского периода, то это, конечно, единичные случаи. Это люди, которые работали в огромных экспериментальных лабораториях, в университетах, в глубинке, на местах. Психологов, консультантов не было в Советском Союзе. Еще и потому, что это коммерческая практика. А там монополия государственная, она подразумевала только государственные или муниципальные учреждения. Поэтому не сложилось в Советском Союзе раз. В 90-е годы это и совсем не тот период постперестроечный, постмодерный, в котором могла развиваться психологическая практика. Ну, там всем нужен был психолог, потому что там менялось все. То есть крышу, что называется, сносило во всех смыслах этого слова. Хорошо. Ну, мы еще об этом поговорим. У нас будет специальный выпуск, посвящен о психологии в целом. Сегодня же я хочу, чтобы мы поговорили на животрепещущую тему, вечную, мужское и женское. Вот это два таких, с одной стороны, весьма сочетаемых, а с другой стороны, судя по всему, в последние годы не совсем сочетаемых направления человекастроения. А я начну неожиданно. Есть такая теория, что человечество стремится к упрощению семейных отношений, а именно убрать из этой цепочки некое лишнее звено, которым является мужчина. То есть сделать самопроизводящий завод, но это уже будет и не женщина, а что-то такое. Есть приверженцы этого направления, насколько я знаю, даже печатаются статьи в научных журналах, и мы видим, что мужчина, как особь, во-первых, гораздо слабее женщины, всегда легче объяснить это цифрами, пусть любой человек зайдет на кладбище и посмотрит на надписи, то есть муж, жена. Жена, как правило, на 10-15 лет переживает мужчину. Я сейчас завершу, выскажу, а потом вы. И второй момент, что мужчина здоровьем слаб, потому что сначала на мужском организме как бы природа испытывает нас, и потом только в женском появляются вот эти вот, ну, назовем там, какие-то химические составляющие. Итак, внимание, вопрос. Вы согласны с такой теорией, что мужчина слабое звено сегодня в семейных отношениях, и он все-таки вырождается? Во многом согласен. Во многом это зависит от мамы каждого мальчика. Когда ребенку говорится, не плачь, будь сильным, будь лучшим, ты кормилец, ты поилец, ты неси мамонта. Таким образом, мама бессознательно играет на стороне женщин. И здесь важно каждой маме отделить все-таки свою женскую солидарность, отделить от женского сообщества мирового. Даже не важно, мама феминистка или нет. Ей очень важно понимать, что она воспитывает пацана, мужчину. Ей важно играть на стороне мужчин, когда она воспитывает мальчишку. И мальчишке нельзя говорить, ты должен только вот брать на себя хозяйственные, материальные стороны семьи, все остальное там женщина, да. Ты должен быть сильным, ты должен быть лучшим. Нельзя, потому что это сценарий, в который мальчик вводится с молодых ногтей. Когда за ребенком пишется, невольно ли невольно, тот или иной сценарий. И этот сценарий заключается в том, что мужчина должен быть сильным, должен не проявлять эмоции, скопить их в своем сердце, умереть от инфаркта, потому что он не должен был почему-то плакать, проявить эмоции. Быть чувствительным. Да, тогда, когда женщина могла порыдать и поплакать, и посмеяться. А мужчина должен был в себе все это скопить, рано умереть, износиться в профессии. И отсюда эта фраза, ну будьте мужчиной, наконец. Да, быть мужчиной, да. То есть ты не имеешь права быть собой, ты должен соответствовать какой-то социальной роли, социальному статусу, стереотипу определенному. Но ты живешь не своей жизнью. И как только мужчина хочет вырваться из этой череды, где-то, например, изменить свой профессиональный статус, где-то даже в семье что-то поменять, у него в голове начинают звучать родительские предписания, те самые указания. Ты же мужчина, что ты жалуешься, что ты плачешься. Но не все же дети прям так слушают маму. Ведь действительно часто даже папа, который вроде должен... То есть папа должен мальчика учить, мама должна учить девочку. Ну, так, если совсем грубо сказать, с точки зрения непрофессионала ни в коем случае. Но папа иногда не участвует, да, как-то параллельно. Он только когда начинаешь пить или курить, вдруг появляется папа, говорит, не надо так делать, чтобы маме не было больно, опять же, кстати. А мама действительно учит, как ей кажется, да, навязывать свой сценарий. Но ребенок-то может его не принимать. Может быть, отсюда возникает проблема у подростков, что они не слушают или наоборот делают так, как они хотят. Правильно? В подростковом возрасте начинается период антисценария. Часто в таких семьях, где давление было слишком большим. Ребенок пытается вырваться из сценария, но попадает в антисценарий. И это тоже плохо. Идеальная жизнь человека, ну, идеального нам не надо, нам достаточно четверки. Чтобы было хорошо. Да, чтобы было просто хорошо, нам отлично не надо. Вот нормальная жизнь, даже на четверку, это жизнь без сценарий, без антисценария. Когда у человека нет навязанной схемы жизни, плана. Вот мы берем план с вами, да, вот, например, план моей жизни. Я открываю и вижу на первой странице, как я родился. Дальше я вижу описание подросткового возраста. А мне, например, 10 лет. Но я уже знаю, как я буду жить. За меня его написали, да. Потом я знаю, где мне работать. Я знаю, на ком мне жениться. Я знаю, когда мне заболеть, когда умереть. А мне 7, 10, 15 лет. Вот сценарий пишется невольно родителями, точнее, детьми под влиянием своих родителей. Но это плохо. Поэтому нормально в психологии считается автономная жизнь без всякого сценария. То есть жизнь без понимания, что будет через 10 лет. Как мы жили, что через 20 лет. Но у меня есть сразу же антитеза знаменитая, что лампочку нельзя вытащить изо рта. Это первое. А второе, что не надо вставлять пальцы в розетку. И каждый, не знаю, по счету, скажем так, каждый третий ребенок обязательно это попробует. Хотя ему говорят, этого не делать. То есть как бы антитеза в том заключается, что если ребенок не подготовлен, это тоже вроде бы как опасно. Кто-то же должен его как-то направлять. То есть нельзя совсем автономным быть. Правильно я понимаю? Конечно. Какая тогда золотая середина? Предписание и указание запрета тоже плохо. Другая крайность. Поэтому нормой считается подготовка ребенка, в том числе мальчика, не к стереотипной роли нести мамонта, или, например, уступать девочке. Хотя девочкам важно и нужно уступать, конечно. Но это должно стать сердечным желанием мужчины. Нормальным считается психология как раз, когда человек живет не по прописанной программе, а он получил от родителей базовые основы. Его научили жить эту жизнь. Главное, что его научили, это жить эту жизнь, то есть быть успешным. А как научили? Он успешен. Не просто вот с запретами или обязанностями. Потому что у нас же есть права и обязанности. А, наверное, пользуясь какими-то литературой, не знаю, кино, какими-то личными воспоминаниями. Конечно. То есть все равно давление оказывается, но в более мягкой, как бы незаметной для подростка форме. Правильно я понимаю? Больше забота и передача опыта. Я бы не назвал это давлением. То есть родители передают успешный опыт своим примерам. Для этого они сами должны быть успешны, безусловно. Если родители неуспешны, и они понимают, что они как-то не могут, не хотят, да, или психолога рядом нет, то важно привлечь других специалистов, чтобы помочь ребенку быть успешным. И вот он успешен, и он эту успешность реализует на свое усмотрение. И он не настроен жениться именно на блондинке или на худышке. Он не настроен работать именно юристом или врачом. Он не заряжен жить именно в Москве или в Подмосковье. Он настроен на успех, на самореализацию. Даже счастье – это 7-минутное состояние. Здесь не первостепенно. Мы о нем в контексте разговора о семье поговорим. Счастье – это не самое главное, что есть на земле. Хотя тоже хочется. Вот это хорошая концовка для нашей первой части программы. Я думаю, что счастье, оказывается, – это не самое главное. Наверное, не главное, как правильно сказать. Точнее, что дорога должна быть к счастью. То есть сам путь к нему, наверное, должен быть более приятным, чем часто бывает. Об этом мы еще поговорим во второй части, а именно о том, что же такое мужское и женское. Ведь мы начали с детей, это, наверное, правильно. Потому что очень часто детские проблемы вдруг обнажают вообще проблемы семейные. Что все начиналось еще в тот самый момент, когда кто-то сказал «выходи за меня» и кто-то согласился. Сейчас мы делаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Антон Данилов. У нас говорят, что женщины – это слабая половина человечества. Ну, так принято. Это литературное выражение? Это, скажем, профессиональное врачебное выражение? Или это неправильно? Если мы не берем женщин-будибилдеров, у которых огромные бицепсы и красивое накачанное тело, и не сравниваем их с мужчинами, которых физическая форма кардинально отличается от первых женщин, то в таком случае женщина среднестатистически физически слабее. В этом плане и женщины соглашаются с этим, и мужчины. Здесь никакого секрета нет. Но у женщины есть определенные сильные стороны, в которых она сильнее мужчин. И вы в первой части нашего эфира, Николая, сказали, что мужчины вымирают или как там сдают позиции. Ну, есть такое мнение. Да, есть такое мнение, что они сдают позиции, в частности, потому что они в чем-то слабее. Это так. Есть слабые стороны мужчин, сильные стороны женщин. Но женщина-слабый пол, конечно, это сексизм. Я не сторонник этого суждения. Есть и другое слово сочетание. Сильная женщина плачет у окна. Чисто русское. То есть сильная женщина плачет. Вот переходя к отношениям в институте семьи, насколько сегодня он востребован? То есть если раньше люди вступали в брак тоже разными способами, в некоторых, скажем, строях общественных иногда просто говорили, вот это будет твой муж и все. А потом пришло время свободного выбора. Хотя несвободность сохраняется до сих пор. Тем не менее, так устроена жизнь, что есть мужское население, мужское население и женское население. Они должны как-то так соединиться, чтобы получилась семья, и в результате семьи было потомство. Ну так человечество устроено. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день это институт семьи или это чисто физиологическое влечение, которое не всегда может закончиться браком настоящим между мужчиной и женщиной? Институт семьи распадается, разваливается в наших глазах. Статистика разводов ужасная. Это официальных разводов. Официально, да. Официальных разводов. А правда, что всего 2% условного сегодняшнего дня, 2% людей, живущих в браке, живут, любят друг друга, счастливо? А остальные 98 семей живут просто потому, что так получилось. Это не значит, что плохо. Ну, то есть они сосуществуют. Почему? Потому что даже сегодня, когда молодые люди общаются, вот те самые подвзрослевшие дети, когда познают первое чувство влечения, редко-редко звучит слово «любовь». Чаще звучит слово «отношение». Но отношение – это же не любовь? Любовь возникает вот здесь. Любовь возникает в особом психологическом состоянии человека, в состоянии внутреннего ребёнка. И вот любовь – это про это. И эта самая любовь, она детерминирована, обусловлена ещё и гормонально. Когда у человека прилив любви, эйфория, бабочки в животе, влюблённость, когда у него сексуальное желание, сильное, которое затмевает мозг, это первый период отношений, абсолютно нормальный, абсолютно, когда окситоцина много. Но в течение времени он снижается до обычного уровня, и любовь проходит. То есть тогда получается, что любовь – это всего лишь всплеск, импульс какой-то? На гормональном уровне – да. Именно поэтому люди, которые готовятся к семье и ориентируют себя на цель семьи как счастье, то есть для них цель – это счастье. Счастье заканчивается, когда начинаются дети, меняется гормональный фон, появляется больше проблем, больше скандалов. Хорошо. Тогда возникает очень вопрос у меня, как у человека холостого, который приверженец того, что «а всё-таки если жить вместе, то надо по любви», хотя слово редкое, на мой взгляд, сейчас. Вопрос. Правильно я понимаю, что тогда институт семьи – это некий вымысел? Потому что, смотрите, сейчас издалека начну. Раньше покупали автомобиль, говорили, что через 5 лет надо менять, теперь через 3 года уже надо менять, потому что он быстро разваливается. Самый любимый, самый хороший. Это я так, на бытовом уровне. Вспомните период, когда в советское время автомобиль покупался навсегда, холодильник покупался навсегда, квартира обязательно навсегда. То есть ничего не может измениться. Представить себе, что ты можешь один холодильник выбросить, а другой купить – это нереально. И сейчас, если мы переносим это на отношения между мужчиной и женщиной, получается, что всплеск, физиологическое влечение, вот этот вот всплеск любви, химическая формула, которых, по-моему, уже выведено 160, которые все называются формулой любви, но ни одна из них не действует. Ну, как бы не доказано, по крайней мере. И получается, что всё это может закончиться у кого-то через год, у кого-то через 3, через 5. И что, потом 40 лет вот с этой женщиной, которая тебе уже совсем никак не нравится, жить в этом счастье? Совершенно верно. С одной стороны, есть гормональная сторона любви, и без неё никуда. И она подогревает отношения в первые месяцы, в первые годы брака или союза людей. Но брак основан не только на этом, не должен быть основан только на любви. Вот на этом ощущении. А на чём же ещё? В семейной жизни всегда три основные составляющие. Интимность, то есть душевная сторона брака. Общение, понимание, коммуникативность, да, вот это вот. Общие интересы и потребности, что немаловажно. Сексуальность и ответственность. И когда заканчивается, изменяется гормональный фон, когда появляется больше проблем, рождается первый, второй ребёнок, остаётся всё остальное, кроме гормонального бума. Остаётся ответственность, осмысленность, общие интересы. То есть односпальная кровать превращается в две одноместные кровати, правильно? Не обязательно, но в браке людей должны удерживать другие факторы, кроме вот этого первоначального. Ну хорошо, самый простой удерживающий фактор, и очень часто мы слышим люди где угодно, да, в кино, в литературе и просто в документальных проектах говорят, мы живём с мужем ради ребёнка. Мы друг друга, ну они не говорят, что не любим, но мы как бы понимаем, да, внутренне, что они терпят друг друга, вот играют в эту игру отношений только ради ребёнка. Ребёнок это всё видит, и тут уже зависит от него, он тоже личность. Почему-то взрослые забывают, что ребёнок такой же человек. Конечно. И непонятно, как он это воспримет. Может быть, лучше было разойтись, ребёнок бы это понял бы лучше, да, и он видит, что нет в семье какого-то порядка. Вот как тут, разве можно жить ради кого-то, нарушая свою жизнь и придумывая эту историю для своего ребёнка? Вот как раз проблема в том, что человек видит один аспект ребёнка, да, я живу ради ребёнка, это уже некоторые убеждения. Надо не говорить, просто перестать себе говорить, что я живу ради кого-то, чего-то. Надо стараться жить разнообразно. Это первый момент. Поэтому в этой связи хочу сказать, что целью семьи является не любовь и не счастье. Целью семьи должно являться развитие и рост. И если люди не растут, плюс к этому, они создавали семью, настраиваясь на достижение цели счастья. А счастье – это состояние, это эмоция, это вот одна из эмоций, это проходит. Это непостоянное состояние, да. Настраиваться нужно на позиции внутреннего взрослого, вот здесь. И это как раз позиция роста и развития. Хорошо. Ну тогда очень простой пример. Если прошло, там три года, сделали ребёнка всё, прошло всё, признаёмся ребёнку честно, мы твои родители, но мы вот решили разойтись, потому что нам уже неинтересно. И тебе будет с нами неинтересно, потому что мы будем играть в эту игру. Насколько человек, вот вы говорите, что можно… Вы говорите, что проходит чувство, то есть можно разойтись спокойно, мирно, ребёнку объяснить и найти, вспыхнуло другое чувство, сделать следующую семью, там немножко пожить, там ребёнка сделать, потом следующую семью. Очень удобно получается. Сохранятся чувства, всё красиво. Чтобы вот эти 30 лет последующей жизни не жить ради непонятно чего. Если человеку, его жене и ребёнку вкупе это выгодно, то они могут так сделать. Главное, чтобы всем членам семьи это было хорошо, это было на руку. К вам приходят люди. Приходят для того, чтобы вы решили вопрос, либо сохранить семью, либо развестись. Что вы им предлагаете? Я предлагаю уйти от схемы либо-либо. То есть не мыслить чёрно-бело. Не ставить задачу ни сохранить, ни развестись. Не мыслить чёрно-бело. Есть другие цвета – красный, зелёный, жёлтый. То есть вы пытаетесь объяснить им выгоду, если вы видите, что семью можно сохранить? Я подставлю задачу помочь им разобраться, зачем они создавали семью, что их мотивировало на создание семьи тогда, что произошло сейчас, что поставило под вопрос семейную жизнь. Мы разбираемся, это самое главное. Когда люди разобрались, у них нет чёрно-белых тонов. Есть серые, ещё красные, какие-то цвета семейные. И последний вопрос, касающийся мужского и женского, будем завершать. В революционные времена, помните, по-разному это у нас сейчас всё представлено, конечно, есть архивные документы, всё это можно посмотреть, возможно, вы это видели. Было такое направление, что все люди, все мужчины и женщины, они должны друг другу помогать. И, в общем-то, институт семьи – это что-то буржуазное. Что каждая хорошая революционерка и революционер, они должны как-то свои чувства сразу же приступать к ним. А каждый ребёнок – это ребёнок революции, мы найдём, что с ним делать. Кстати, это потом каким-то образом ещё в нацистской Германии пытались провернуть. У меня вопрос, может быть, даже очень страшный, исходя из той статистики, которая существует. Не кажется ли вам, что институт семьи устарел, и что норма – это одно, я имею в виду законодательные нормы, не только в Российской Федерации и везде, а люди живут уже какой-то совершенно другой странной жизнью? Зачастую, да. Люди хотят свободы, и с браком связана огромная негативная статистика, много разных предрассудков, много негативных примеров и в жизни наших родителей старшего поколения в целом. Поэтому люди хотят уйти от негативного сценария, попробовать жить по-другому. Тот период, который сейчас начинается, это, я его называю, эра психологии, это тот период, когда человек пробует жить свободно. Но у него нет прошлого, успешного прошлого. Советский Союз во многом даёт нам не приглядную картину жизни, хотя очень много светлых и сильных сторон было в советском государстве, безусловно. Но появится что-то новое, кроме института семьи? Он не устарел? Не сможем ли мы жить отдельно мужчиной, условно говоря, отдельно женщиной, которые на время, на три года заключают контракт, создают трёхлетнюю семью, или я не знаю, как это будет называться, появляются здоровые дети, потом ребёнок принимает решение, с кем он становится. Ну, то есть всё, все свободны. Это, смотрите, и феминисты, и мужской вопрос. И вопрос, кстати, на секундочку, нетрадиционных отношений. Вы же посмотрите, что в Европе уже фестивали, кинофестивали собираются как-то обезличить, скажем так, или обесполить. Вот самое последнее. Институт сохранится в этом виде, в котором мы есть сегодня? Или нам надо к чему-то новому готовиться? Я думаю, сто процентов сохранится, потому что это выгодно женщинам. А на мировой психологической арене сегодня правят бал именно наши уважаемые, в том числе дорогие российские женщины. Женщины не позволят мужчине уйти от ответственности. А семья, в том числе и брак с печатью в паспорте, это ответственность. Поэтому я думаю, что женщины этого не допустят. Понятно. Вот так мы завершаем, интересно, нашу программу. Прямо как 8 марта. Антон Данилов, психолог по отношениям, женский и семейный, и действительно член Международной профессиональной ассоциации психологов. С вами был Николай Пивненко. Задумайтесь над тем, что мы сегодня говорили. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин